Всем привет! С вами Прия! Сегодня мы будем скрывать сундуки. В общем, есть такая фишечка на легионе. Не знаю, заметили вы её или нет. Вот вершина избавления. Это лагерь наш на расколотых берегах. И рядом снизу периодически нам гоблины давали квестики на поиск сокровищ. Казалось бы, то, что эти вещи вообще ни к чему не пригодятся, и то, что нас надурят, как это было в Штормхейме, но оказалось нет. Всё это весьма очень полезно и прибыльно. Со мной тут некоторые личности в Дискорде сидят, верно? Да. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Ревензер. Вот. Короче, он там тоже стримит. Ну, вы поняли, в общем. Лайки, подписка, везде, куда только можно. В общем, там дают локальный квест, и можно за 2000 осколков покупать вот эти вот ключики у Охотника за сокровищами. Покупаете, вскрываете. Всё просто. Есть такая мысля, что за маленькие сундуки дают намного больше осколков пустоты, ресурсов и различных прочих вещей. Давайте проверим это. Начинаем вскрывать первый сундучок. Итак, кликаем, и мы получаем сразу же 544 тысячи сил артефакта и 1762 осколка пустоты. Идём, покупаем ключик. Покупаем его. Купили. Идём дальше. Вскрываем. Кликаем. Отлично. Получаем 95 золотых и 2744 осколка пустоты. Мы в плюсе на 400 осколков. Понимаете? Эти 400 осколков я бы сидел и фармил, ну, точно, дольше. Итак, вскрываем опять этот же сундук. Беда. Мы получили всего лишь 1000 осколков пустоты и вещицу на 365 тысячи сил артефакта. В итоге мы в минусе, и мне не хватает 13 осколков, чтобы купить ещё один ключик. Также вам может упасть и намного большее количество осколков пустоты. Есть люди, которым падало по 50 тысяч осколков пустоты с одного сундучка. Скриншотик, разумеется, этот я приложу вам в описании видео. И если оно вам интересно, обязательно гляньте. Всех вам благ, счастья, здоровья, там, легендарок побольше. Вы знаете это. До скорого. И да, ребята, за артные игры это зло. Запомните. Да, да, да.